Никакой политики, только бизнес. Так хочется прокомментировать известие об отказе Минского автозавода от российских двигателей и трансмиссий. Как сообщили представители белорусского автогиганта своим дилерам, в ближайшее время все, без исключения грузовики марки МАС, перейдут на китайские моторы Вейчай и коробки передач ФастГир. Напомним, что под Минском работают совместные предприятия МАС Вейчай и ФастМАС, что выпускают двигатели и коробки соответственно. Первое делает дизельные и газовые моторы Вейчай мощностью от 190 до 460 сил, а второе собирает 6, 9 и 12 ступенчатые механические трансмиссии ФастГир. Собственно, чтобы загрузить мощности обоих СП, МАС отказывается от российских агрегатов. Так, каждое предприятие способно выпускать до 10 тысяч единиц продукции ежегодно, что примерно соответствует объёмам выпуска головного автозавода. Российские продавцы белорусской техники восприняли эту новость без энтузиазма. Ведь нашим перевозчикам хотелось бы иметь моторы ЯМЗ. А вот украинским владельцам автопарков китайская силовая линия хорошо знакома. И они считают её достаточно удачной. Следующая новость пришла из Калуги. Тамошний завод «Вольво» начал выпускать грузовики, оснащённые пакетом iSafe. Его главный элемент — это турбокомпаундный двигатель, у которого вторая турбина через многоступенчатую передачу передаёт крутящий момент на коленчатый вал. Турбокомпаунд позволяет сэкономить до 4% топлива, а умный круиз-контроль, что учитывая данные, полученные по GPS, позволяет сберечь ещё 3% солярки. С полным пакетом опций, куда входит аэродинамический обвес, система старт-стоп и регулируемый насос гидроусилителя, расход топлива снижается примерно на 10%. Между тем, в Нижнем Новгороде между аэропортом Стригена и станцией метропарк культуры начали курсировать 17-ти местные электробусы «Газель» и «НН». На машинах установлены электродвигатели мощностью 100 кВт. Максимальная скорость электробусов составляет 100 км в час, а запас хода на одной зарядке — до 120 км. По желанию заказчика, запас хода может быть увеличен до 200 км за счёт установки дополнительных батарей. В электрические «Газели» заложена возможность быстрой зарядки аккумуляторов до 80% за полчаса.